Сегодня определилась очередность расположения названий политических партий в избирательном бюллетене на выборах 9 сентября. Для этого в обл. избиркоме провели жеребьевку. Конверт с порядковым номером внутри выбирали представители партии. Правда, не все они смогли присутствовать на процедуре. В порядке жеребьевки предусмотрено, что если отсутствует представитель политической партии, то по решению комиссии, член комиссии вытаскивает за эту партию конверт. Поэтому все прошло в рамках порядка и законы. Поэтому вот такой получился у нас бюллетенец с наименованием партии и с номерами партии. Согласно жеребьевке, политические партии в избирательном бюллетене будут располагаться в следующем порядке. Под первым номером Коммунистическая партия Российской Федерации, далее Справедливая Россия, Единая Россия, Коммунисты Россия, Партия Родина и ЛДПР. Также в обл. избиркоме провели жеребьевку бесплатного эфирного времени среди кандидатов депутата регионального парламента. Полем для дебатов станет эфир телерадиокомпании Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Время для агитации поделили шесть политических партий и 108 кандидатов депутата областного собрания седьмого созыва. Всего на каждом месте телерадиоканала будет предоставлено 600 минут для партий и для кандидатов. Половина этого времени отдается под агитацию для партий. И, соответственно, 150 минут из этого времени будет отдана для проведения совместных мероприятий и дебатов. Дебатов среди кандидатов на телевидении не будет. Слишком много человек претендует на депутатское кресло. Время для потенциальных избранников будет выделено лишь на агитационные ролики. Их начнут размещать в эфире с 13 августа, хотя сама агитация стартует 11 числа. По закону, предвыборная агитация в выходные и праздничные дни по ТВ и радио запрещена. Закончится же она в полночь с 7 на 8 сентября.